Это программа про историю. Ту историю, что соткана из случаев и личных воспоминаний, конкретики, которые составляют миры тех или иных специалистов, или, наоборот, из оплошностей и анекдотов. Программа про то, что даже замалчивалась, или было заметно только как будто краешком глаза. Итак, слово музейщикам, краеведам, реконструкторам и ветеранам боевых действий. Иван Иванович работал в Орле учительной физкультуры, вел секцию бокса на стадионе «Трудовые резервы» и сам выступал на ринге. В тот день в автобусе Пахомов обратил внимание на высокого парня. Небольшой шрам на левой щеке. Где он видел это лицо? Наконец вспомнил. Фотография этого гражданина красуется на стенде у здания районного отдела милиции, мимо которого Иван ходит на работу. При выходе из автобуса он крепко стеснил руку преступнику, находящемуся в розыске, и предложил ему пройти в милицию. Вот тогда и сказал ему начальник райотдела. Видишь, как у тебя ловко получается? Ты же прирожденный оперативник. Иван Пахомов прибыл в Афганистан 3 декабря 1984 года. Его командировка длилась пару лет, до 13 декабря 1986 года. До этого он работал в уголовном розыске. Дорос до замначальника Орловского райотдела милиции по оперативной работе. Сыщик был опытный и смелый, поэтому и пал на него выбор. Необходимые знания и навыки уже имелись. Для чего? Для ведения спецработы. Это такая разведка с милицейским характером. Впрочем, разграничивать и определять профессиональные среды там не приходилось. Что такое спецработа? Это переговоры с полевыми командирами, организация боевых действий, ну и работа с негласным аппаратом. Будем вот так. С агентурой? Да, с агентурой. Кроме прочего, Иван Иванович с отовадищи брал шпионов и диверсантов, которых готовили натовцы в своих разведывательных центрах в Пакистане. Их ловили и коллеги-афганцы, и советские спецы, обеспечивающие контрразведывательный режим и всяческое спокойствие. Мы даже, вот я помню, одного прихватили, англичанин. Я говорю, рабочий, покажу руки. Рокий показал, руки чистые. Мы говорим, слушай, ну если рабочий, тут же должны быть мазолей. А мазолей нет. Когда начали с ним разговаривать, он оказывается, англичанин оказался. Вот такая ситуация. Так что у них были там свои точки, разведывательные точки. Раскололи его, англичанин? Да, он оказался разведчиком. Все, дальше мы отдали их в ГРУ, и они занимались с ними. Все. В Афган он прибыл майором в возрасте 43 лет. Был прикомандирован к Царандою. Это тамошнее МВД. Формально числился советником, но фактически работал в одиночку в поле. Меня направили в Герат. А Герат – это первая столица Афганистана. Его так и зовут, ими те же Герат. Там почти каждый год какие-то волнения. У меня был переводчик. Вот мы с ним, с этим переводчиком, на переговоры ездили. Ну, решали вот такие проблемы. Приобретали агентуру афганскую. Ну, например, вот в кишлаке находится, будем говорить, банда. Мне, для того, чтобы там провести боевые действия, у меня данные должны совпасть с данной военной разведкой и с КГБ. И все вот эти вот три товарища должны поставить свое резюме. Почему? Чтобы были случаи, когда один что-то сделал, а оказалось, удар получился по-своему. Поступили данные, что полевой командир хочет встретиться. Ну, мой командующий говорит, Иван Иванович, как ты считаешь? Ну, я же не скажу, что я тебе побоюсь. Я говорю, ну, как считаю, надо ехать. Ну, хорошо, берут переводчика, на БТР и поехали. Приехали там, ну, свой был, как говорят вам, этот, пароль. А пароль такой. Я переломил расческу, отдал этому переводчику. Тот отдает человеку этого полевого командира. И это у меня. Он знает, где этот кишлак. Пришли. Встреча сначала такая холодная была. Как-то, ну, я расческу вытащил. Я говорю, есть у тебя? Вон, да. Пошли. И начинаем разговаривать. Я говорю, у нас надо, чтобы наши солдаты через твой кишлак проходили. Как этот вопрос разрешить? Он, бакшиш. Я говорю, вопрос у меня, а что это такое? Могли бы мне несколько мешков муки? Я говорю, конечно. Ее говорят, у меня 800 человек под ружьем. Не считая, женщины стреляют. И дети, которым 5-6 лет, уже тоже стреляют. Я говорю, хорошо, будет. Только так. Они должны идти друг за другом, смотреть затылок не на сантиметр в сторону. А там дальше уже, когда кишлак проходишь, там уже идут, ну, боевые действия. Ну, надо, чтобы наша армия прошла. Кстати, дальнейшая работа с этим полевым командиром привела к его перетягиванию на нашу сторону, так сказать, вербовке без самого вербовочного подхода. По сути, он был кем-то вроде председателя исполкома отдельно взятой деревни. Воевал за свою околицу и все. Но воевал, в том числе, и с соседними кишлаками. Гражданская война во всей красе. Оружия мы не давали. И не стабжали их. Были припасами. Ну, а сами оружие брали на такие встречи? Нет, я оставлял его в БТРе. К нему приходишь, у него стоит охрана, и они тебе обязаны посмотреть. Я просто карманы развернул. Ну, там, мы же не в костюме ездили, а в рубашке, жарко это самое. Все, развернул, и сели разговариваем. А автомат, пистолет оставляли в БТРе. Но на самом деле были великие риски, что вы с таких переговоров можете не вернуться? Разговоры были такие, что, говорит, некоторые уезжали на переговоры и до сих пор возвращаются. Это разговоры. А чтоб назвали провинцию или фамилию. Кстати, там много с Таджикистана, которые во время революции перебежали. Вот этот, который переводчик со мной был, Файзула, он, говорит, я тут встретил родственника. Моего, говорит, деда, деда, брат, приглашали, говорит, нас в гости. То есть, и когда у них такая связь, он разговаривает, выходит, тот выходит на кого-то и предложение этому полевому командирую. Тот дает согласие. Тот потом опять по обратной цепочке, что, мол, дал согласие, встреча будет. Вот ему встретились, и вот ему такие, что наши солдаты должны пройти. Все, договорились, но они всегда просят бакшиш. Обязательно. Где бы и с кем бы ни разговаривал, бакшиш, мы уже знаем, какой бакшиш, питание. В основном мука. Нет, никаких планов не было. Не просто, вот, предположим, вот в этой провинции, вот на этой территории находится кишлак, в этом кишлаке. Если сможете, типа, найти к нему какой-то подход, пожалуйста, вопросов нет. Сколько времени? Ну, мы старались как-то это побыстрее ускорить. А тем более, когда ему скажешь, обакшиш, да еще скажешь, что на тебя зуб точит другой полевой командир, он сразу тут уже все, типа, мы должны дружить. Они, многие, хотели, чтобы их книги, кто-то, родственники, учились у нас в Союзе. Даже здесь, в Орловском юридическом институте и в нашем ФСБ, это самое. Нынешняя Академия ФСОН. Да, Академия ФСОН. Кстати, эту Академию ФСОН закончил Джавид, руководитель ихней диаспоры, которая здесь. Когда мы начали сговорить, это еще было несколько лет назад. Он говорит, я из Герата. Что интересно, некоторые полевые командиры ему сказали, чтобы я приехал в гости к ним. зачем хотят попросить прощения, извиниться перед родителями погибших наших ребят, и которым они стреляли в спину. Мы вот посмотрели, как мы относились, мы же им много помогали. И как вот относятся американцы? Американцы грабят, обворовывают. Вот интересно послушать, как там под пятой американского империализма живется? Вот они говорят, мы сожалеем, что вы ушли. И говорят, когда вы к нам придете, мы вас встретим хлебом и солью. Пахомов может привести два случая, когда чуть не погиб. Однажды на мине подорвался уазик, в котором он должен был ехать. Но срочно вызвали в штаб. И было это 24 октября 1985 года. Как считает Иван Иванович, второй его день рождения. В другой раз было совещание в местной мэрии. Собрались высокие советские и афганские военные чины. Майор Пахомов был самым младшим по званию. И на те, под залом совещания оказалась припаркована Тойота, нафаршированная взрывчаткой. Я говорю, товарищ гидал, разрешите? Действуй. Ну, мы выбежали. Да, стоит Тойота. Быстро тут к БТРу подцепили. Я сел за руль. И едем. И смотрю. За руль Тойоты? Да. А как же мы ее потащим? Заводить не стали? А? Заводить не стали? Нет, не стали. А вдруг заведешь это самое? Кто ее знает? И поехали. Вот представляете, 3-4 минуты. 30 секунд остается. Мы загирали. Где-то метров примерно. Ну, за 300, за 500 километров раз. Выскакиваю, отцепляю в БТР. С КВТ как? Стрельнули. Вы знаете, такой взрыв, от машины ничего не осталось. Я говорю, вот видите, значит, взрывчатка была. И вот такое состояние. Когда мы приехали, в зал захожу, и все стоят. Летела бы муха. Слышно было. Я говорю, товарищ генерал, извините, доложите. Так, что там? Я говорю, да, была взрывчатка. От машины ничего не осталось. Одни, говорю, осколки. Ну, а что, что нам не принес на память эти типа осколочки? У самого Пахомова на память, хотя сказано это неправильно, остались два ордена Красной Звезды и медали, в том числе от благодарного афганского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова